Новостные каналы Белгородской области сегодня всколыхнула информация о том, что в Федосеевке рядом с детской площадкой якобы соорудили учебный полигон и проходящий мимо семилетний ребенок был задет тренировочной пулей. Кстати, такого понятия в принципе не существует. Материал под громким заголовком первым разместил сайт «Открытый Белгород» и понеслись репосты в областных телеграм-каналах. Скандальную новость подхватили и федеральные СМИ. Девятый канал неподтвержденную информацию публиковать не стал, а постарался разобраться в ситуации. Смотрите наш репортаж с места событий. За желтой ленточкой – мишени, натянутые веревки. На первый взгляд – полигон. Но это не так. В здании старого Федосеевского клуба буквально пару дней назад стартовали занятия по начальной военной подготовке и оказанию первой медицинской помощи. Организаторы – Российский союз офицеров запаса. На открытой местности планируется проведение занятий по ориентированию и демонстрации способов передвижения на поле боя. 21 ноября около двух часов дня мимо проходил семилетний мальчик. Дома он рассказал, что здесь его задела пуля. Мы связались с мамой школьника. Он шел со школы домой. У нас там как бы полигон, мишени стоятся и желтой лентой отцепленосятся. Он шел где-то метра двести от этого, потому что он на тропинке идет к дому. И он услышал звук выстрела и боль в руке. Он испугался и убежал. Пришел домой расплаканный. И рука болит. У меня как раз, что там были взрослые, как бы в пятнистой форме и в маске, как она называется, как и глаза видны. Мама мальчика отпросилась с работы и повезла сына в травпункт. Ребенок сказал, что скорее всего в него попали патроном для игры в пейнтбол. Однако на самой площадке и на фото, сделанном сразу по приходу домой, никаких следов краски. А на руке лишь легкая припухлость. Медики передали информацию в полицию. 21 ноября в 16 часов 20 минут из медицинского учреждения в УМВД России по городу Старомо-Осколу поступило сообщение о том, что к ним поступил 7-летний житель села Федосеевка с ушибом правой кисти. По данному факту проводится проверка. Рядом со зданием, где организован класс начальной военной подготовки, располагается управление сельской территории. Начальник управления Николай Калинин прокомментировал нам ситуацию. В этот день никакой стрельбы на нашей территории не происходило. Никакой здесь полигоны нет. Здесь имитация. Понимаете как? Как в классах проходит обучение, разборка-сборка автомата и оказывают первую необходимую помощь. Точно так же и на улице. То есть имитация. Ситуация теперь разбирается полиция. Проверка может продлиться до месяца. Мы обязательно сообщим вам результаты.